Мало кто знает о том, что один из самых дорогостоящих корабельных грузов, который отправился на морское дно, имел самое прямое отношение к нашей стране. Четыре десятка лет на дне Баренцева моря лежали 5,5 тонн советских золотых слитков. Потом большая часть этого фантастического богатства все же была поднята водолазами, но остатки советского золота лежат под толщей холодных арктических вод до недавних пор. Лишь легендарные испанские галеоны, перевозившие 500 лет назад сокровища нового света и затопленные пиратами, могут конкурировать по стоимости с золотом Баренцева моря. В то время, когда вовсю шла Вторая мировая война, в США был принят закон о ленд-лизе. С нападением Германии на Советский Союз действие этого закона стало распространяться и на Советский Союз. Но не надо думать, что американское и английское оружие и продовольствие мы получали бесплатно. За все Советский Союз платил золотом и платиной. Их доставка не всегда была успешной, но всегда была окружена тайной. Как подняли советское золото и кто забрал половину, будет рассказано в этом видео. Советский Союз в начале Второй мировой, несмотря на провал Блицкрига 1941 года, находился в тяжелейшей ситуации. До коренного перелома в ходе войны было еще несколько месяцев, в то время как немцы готовились начинать исполнение плана Блау. В этих условиях помощь, которую оказывали СССР-союзники, становилась важным фактором выживания страны. Легкий крейсер «Эдинбург», названный в честь столицы Шотландии, в строю был недолго. Судно ввели в эксплуатацию в июне 1939 года, а всего три года спустя оно отправилось в последнее плавание. В конце апреля 1942 года крейсер шел из Мурманска в Ирей-Киавик. «Эдинбург» перевозил 93 ящика, в которых находилось 465 слитков золота. Ценный груз, масса которого превышала 5,5 тонн, предназначался для оплаты коммерческих поставок и в итоге должен был попасть в Соединенные Штаты. По современному курсу весь груз стоил около 90 миллионов долларов США, и это в то время. Этими слитками Сталин рассчитывался союзниками за поставки по ленд-лизу. Ящики грузили на борт в условиях строжащей секретности. Причал был оцеплен войсками НКВД, а о том, что находилось в ящиках, знали только несколько высших советских и британских чиновников и ограниченный круг старших офицеров Королевского флота. Однако секретность не спасла этот груз. Полярные моря, через которые проходили пути союзных конвоев, просто кишили немецкими подлодками и эсминцами, и конвой, в составе которого шел Эдинбург, все же наткнулся на нацистов. Судно отдалилось от порта Мурманска на 200 морских миль и было торпедировано немецкой подводной лодкой У-456. После пережитой атаки Эдинбург еще держался на плаву, его планировали отбуксировать обратно в Мурманск. Крейсер сопровождали британские эсминцы и советский сторожевой корабль. Вскоре немцы продолжили атаку, и торпеда, выпущенная одним из гитлеровских эсминцев, стала для Эдинбурга роковой. Крен настолько усилился, что союзникам, в итоге все-таки отбившим нападение, пришлось затопить поврежденный крейсер. Команда перебралась на британские эсминцы, ящики с золотом спасти не удалось. Шифровальщик крейсера Джон Кенни вспоминал, «Эдинбург, демонстрируя чистокровную породу до конца, грациозно погрузился кормой в течение трех минут. Потом мы все спустились вниз, приняли по рюмке крепкого рома, и, к счастью, не атакуемые ни подводными лодками, ни самолетами со скоростью 9 узлов направились в Кольский залив». Слитки, которыми были забиты трюмы Эдинбурга, предварительно застраховал госстрах СССР. Третью часть всего золота перестраховал Комитет по страхованию военных рисков Великобритании. После крушения судна госстрах выплатил 6 миллионов Госбанку Советского Союза, который расплатился США. Сам же госстрах получил 2 миллиона долларов от Британского комитета. С этого момента все права на затонувшие сокровища оказались у страховщиков. Сразу после войны начались переговоры о поднятии ценного груза со дна Баренцева моря, но глубина, на которой лежал Эдинбург, оказалась недосягаемой для водолазов. К тому же отсутствовали технические средства для поиска судна и проведения подводных работ. Они появились лишь к середине 70-х годов. Глубина, на которой лежал Эдинбург, была около 260 метров. Существовало и множество политических нюансов, которые осложняли поиски. В 1948 году права на слитки перешли ингостраху, управлению иностранного страхования Советского Союза, которое в 1947 году выделилось из гостраха. Интерес к золоту Эдинбурга вновь проснулся в 70-е годы. Британец Кейт Джессоп, человек смелый и склонный к авантюрам, узнал о золотой жиле на дне Баренцева моря и отправился к представителям Советского Союза с просьбой позволить ему достать слитки. Джессоп был профессиональным дайвером и, насколько верил в успех предприятия, что сразу же создал фирму Джессоп Марин Рекайверис. Британец обещал, что поднятие этого груза примут участие компании, работавшие на нефтяных месторождениях в Северном море и имевшие необходимое оборудование. Главным итогом переговоров стал доклад, отправленный в Москву. Джессоп не авантюрист и не сотрудник английских спецслужб. Последнее было особенно актуально, ведь в разгаре была холодная война. Советский Союз подписал выгодный для себя со всех сторон договор с частной фирмой Джессопа. Все расходы на операцию ложились на директора фирмы и его компаньонов. Аргументы Джессопа звучали настолько убедительно, что с ними трудно было не согласиться. Весной 1981 года советская и британская стороны заключили соглашение. За ним последовал и сам договор. Согласно этому документу, Джессоп и компании-партнеры имели право на 45% золота, извлеченного из трюмов затопленного судна. В Британии и Советский Союз делили оставшееся золото в том процентном соотношении, в котором выплачивали страховое возмещение после крушения Эдинбурга в 1942 году. К работе приступили 1 мая 1981 года. На водолазном судне в ходе всей операции присутствовали и эксперты со стороны СССР. От Инго Страхов в операции по подъему золота участвовал Злобин, Коншин и будущий президент компании Щербаков. Крейсер лежал на левом борту, в правом же была пробоина. Предполагалось, что водолазы смогут пробраться внутрь сквозь нее, но на деле это оказалось невыполнимым. А неровные края легко было порвать шланги жизнеобеспечения. Тогда в силу вступил план «Б». В той части корабля, где находилось золото, вырезали фрагмент обшивки корпуса. Все задачи были отрепетированы на аналогичном крейсере «Белфаст», пришвартованном напротив лондонского «Тауэра». Опытные водолазы, привлеченные к операции, жили в специальных барокамерах в трюме и опускались к крейсеру попарно в особом водолазном колоколе. Такой подход позволял экономить много времени, исключая его затраты на ежедневную процедуру декомпрессии. Но и это был еще не конец. Теперь водолазам предстояло разобрать обломки труб и палубы, разгрести скопившийся за десятилетия песок, смешанный с водорослями и мазутом. Иногда приходилось работать практически на ощупь. Несмотря на то, что обошлось без жертв и увечий, извлечение золота было делом опасным. Водолазы обжигались из-за сбоев в системе обогрева и ломались осветительные приборы. Однако все участники рискованного предприятия были вознаграждены. Спустя полмесяца работа начала приносить плоды. Был извлечен первый слиток, за ним через некоторое время последовали и другие. Если бы слитки попали в руки людям, не знавшим историю Эдинбурга, никто бы в жизни не догадался, что перед ними золото. Слитки были так испачканы мазутом, что очистить их можно было только с помощью керосина. В ходе операции со дна подняли 431 слиток из 465. После этого работу было решено прекратить. Человеческие силы были на пределе, да и погода не способствовала продолжению. Операция стала одной из наиболее масштабных за всю историю поиска затонувших сокровищ. Оставшиеся 34 слитка представляли собой уже не столь лакомную добычу, но и про нее через 5 лет вспомнили. Контракт на дальнейшие работы был передан английской компанией Уолтон Уильямс. Для подъема золота использовалось судно Deepwater 2. Вторая операция началась в сентябре 1986, была аналогична основной, а добычей стали еще 29 слитков и 329 килограмм. Ненайденными остались лишь 5 штук, так навсегда и похороненных под илом, песком и обломками погибшего крейсера. На этом все. Если было интересно, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии к этому видео и заходите в наш телеграм-канал, где тоже выходят интересные материалы. Субтитры сделал DimaTorzok